Добро пожаловать на лекцию, на которой мы зарегистрируемся бесплатно на сайте Майкрософта как разработчики Developer Program. Получим пожизненную бесплатную подписку на Office 365 и для этого нам надо зайти в Developer Program, как будто бы мы программисты и мы получим лицензию i5 Enterprise 5 уровня. Это самая лучшая, самая высокая подписка до 25 пользователей. У нас будет бесплатно, пожизненно, включая все приложения Майкрософта. И мы идем на их сайт, join Microsoft 365, это Office 365, Developer Program Today и делаем join. Он у меня запрашивает учетную запись в Майкрософте. Это может быть существующий Hotmail аккаунт или Office.com аккаунт, но я делаю create новый аккаунт, создать новый аккаунт. Я могу его создать существующей почтой со своим Gmail или даже создать новый почтовый ящик. То есть Майкрософт хочет, чтобы у тебя была учетная запись у них и ты с этой учетной записью присоединяешься к программе разработчиков. Я создаю аккаунт PracticueTestUser собачка Outlook.com. Давайте только все это запишем так, чтобы потом нам было это все легко запомнить. То есть это как бы учетная запись до того, как я начал регистрироваться. Я с этой учетной записью регистрируюсь в программу разработчиков. Сейчас я создаю новый почтовый ящик. Типа он у меня был до того, как я пришел быть разработчиком. Я просто создаю обычный почтовый ящик. Я не хочу использовать свои личные данные. Я хочу, чтобы все было с нуля. Так, мы создали чистый почтовый ящик, чистый Microsoft аккаунт. Рекламу нам не надо посылать и мы его сохраняем внутри браузера. Видите, внутри браузера он сохранил имя и пароль. Они хотят убедиться, что я не робот и решил какую-то задачу, где находится спираль Galaxy. Боже мой, как они до этого додумались. Да, я ответил правильно и я не робот. Все, они мне создали учетную запись, но они говорят, слушай, ты забыл нам дать в своем профиле учетной и новой записи, свою фамилию и личное имя. Имя и фамилию-то забыл указать. Надо указать. Ну, давайте укажем, где это находится. Мы в Developer Center. Add your name. Так, видите, здесь надо указать first name. Как меня зовут? Давайте назовем меня test. А моя фамилия будет user1. И опять проверка, что я не робот. Вести текст картинки. Так, все. У нас есть учетная внешняя запись практики test user1outlook.com. Это еще не связано с нашей фирмой. Мы, как бы, это внешняя, внешняя учетная запись. И мы хотим эту учетную запись, там, мы можем ее обнулить. Давайте посмотрим, что он нам даст присоединиться к этой программе разработчиков. Microsoft 365 Developer Program. И мы идем внизу. Microsoft Developer Program. Join now. Присоединиться сейчас. И опять он мне выдает это сообщение, что у меня нету имени и фамилии. Я же ему только что дал, а он настаивает, что ее нет. Так, давайте посмотрим в моем профиле пользователя, что она там есть. И я вижу, что да, оно есть. Очень странно, что он тормозит. То есть он не видит, что я это уже ему задал. Да, учетная моя запись выглядит нормальной. А когда я иду в меню Developer Program. Потом join now. Видите, я в Dev Center нахожусь. Я залогинился и говорю join now. Присоединиться к программе разработчиков. Он мне пишет, что нету имени и фамилии. Вот и я здесь вижу, что есть внизу замечание маленькое, что это возьмет несколько часов. То есть пока их все системы за кулисами проапдейтится, это займет несколько часов. Хорошо, что мы смотрим видео. Я пойду сделаю себе кофе и позанимаюсь другими вещами. И мы через пару часов встретимся. Вот прошли пару часов. Я знаю, что с вашей точки зрения это моментально. Поверьте мне, прошли пару часов. И мы пишем опять в поисковике Microsoft Program Developer. Заходим. Опять нажимаем join now, что мы хотим присоединиться. Заходим с учетной записью нашей. И мы видим, что он нас уже присоединил. И задает мне вопросы. В какой стране я живу. Как называется наша фирма. Я ему пишу практику. На каком языке я предпочитаю, чтобы у меня был интерфейс. Я могу выбрать английский, но есть еще и русский. То есть он поддерживает. Какие языки он поддерживает? Он английский, он поддерживает. Русский. Я вижу, что здесь есть китайский, японский. Какие еще есть языки? Немецкий есть. Английский, испанский, французский. Это вот языки, на которых они перевели весь интерфейс. Офиса 365. Я оставляю английский. Соглашаюсь со всей лицензией. Не хочу получать от них рекламные имейлы. Сейчас они меня опрашивают, какая моя цель. Собирают статистику про меня. Вы можете здесь отмечать все, что хотите. Это ни на что не влияет. То, что я буду программировать для своих клиентов, для продажи, для моей организации. Или вообще сам для себя. Это не важно, что вы выберете. Какими продуктами я собираюсь пользоваться. Например, Outlook. И все. Теперь мы оформляем себе подписку. То есть, когда мы внутри уже программы, мы должны оформить подписки. Сейчас самое главное было дать домен. В каком домене у меня находится. Мы этот домен потом поменяем. Это название нашей фирмы. И именно по этому адресу мы сможем посылать и принимать мейл.